Мы движемся дальше, и к нашему эфиру присоединяется Ирина Щербакова, член правления мемориала. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Интересно то, что вот и в статье, которую только что обсуждали с Питей Козловым, тоже упоминается, что в Кремле чиновники ФСБ, МВД должны были сделать всё для того, чтобы похороны Навального не походили на похороны Сахарова. Почему так? И насколько вообще правильная эта параллель, как вы считаете? Ну, она, конечно, такая параллель, я бы сказала, может быть, вот в чём заключается. Когда я вчера смотрела на людей, вот, к сожалению, в такие моменты очень тяжело, когда ты не там находишься. И кого-то я узнавала из всё-таки каких-то друзей, знакомых, московских. И это очень тяжело, когда ты, так сказать, сидишь и смотришь, а люди там идут. Но я видела очень много молодых лиц, с одной стороны, и разных, и всяких. И это, конечно, прошло много лет. Но всё-таки эта очередь, она напоминала мне, она напоминала мне людей, или, может быть, это дети, или даже иногда внуки тех, кто шёл тогда в этой миллионной демонстрации хранить Сахарова. И была такая огромная разница, потому что накануне мы увидели эту картинку федерального собрания. И вот мы увидели там лица, слушавших Путина, и что там за люди, и как они реагировали, и как они выглядели. И вот мы увидели вот эту очередь прощания с Навальным. И она мне действительно в этом смысле, в смысле людей, их человеческого облика, их глаз, она напомнила мне, конечно, эту Сахаровскую демонстрацию. Она была трагическая, потому что это была неожиданная потеря. Сахаров умер неожиданно. Он умер тоже в очень такой трудный момент, потому что ему справедливо казалось, что реформа буксует, что Горбачёв не решается на кардинальные реформы, что всё затягивается, что это ведёт к большому кризису. И, в общем, на самом деле, а его закрикивали, микрофон ему отключали. И, в общем, сердце его бы на самом деле разорвалось. И в этом смысле, и когда люди шли, это был трагический момент, потому что было ощущение, что вот этот вот тот нравственный центр перестройки, человек, которому столько людей доверяло, ведь тут же вопрос был тоже очень большой доверия, от кого исходят эти призывы. Вот в этом смысле, может быть, тоже можно сравнивать другие личности совсем. Но вот это вот ощущение, что вот этому человеку я доверяю и верю тому, что он говорит, оно тоже было. Но, конечно, это было другое время. И, конечно, при всём трагизме всё-таки это было время надежд. Время надежд, что его жизнь была не напрасной, что он успел довольно много за те, получается, два с половиной года, когда его Горбачёв вернул из ссылки. И что всё-таки это время надежд, и теперь это время действий. И вот эти теле, которые идут, они сейчас и должны на самом деле начать действовать. Ну вот на самом-то деле получилось гораздо более всё трагически. А вот в этом смысле, в этом смысле, может быть, можно сравнивать. Да. Ну, в общем-то, и за пределами России тоже многие люди выходили. Я лично в Берлине, и в Берлине вчера тоже весь день люди подходили к мемориалу. Было довольно много молодых людей, для которых, как мне видится, Навальный, наверное, это вот главный был такой политик. Никакого другого они хорошего политика не знали. Они знали плохого Путина и хорошего Навального. И довольно было тяжело смотреть, как им тяжело переживать эту смерть, потому что, в общем-то, и Навальный тоже ушёл от нас неожиданно. Хотелось бы понять роль Алексея Навального всё-таки в российской истории. Каким мы его запомним, каким его напишут в учебниках? Ну, история, конечно, ещё распорядится самыми разными именами. И иногда годы, так сказать, меняют отношения. И то, что потом происходит, меняют отношения. Но я думаю, что с Навальным это очевидно совершенно. Он был чрезвычайно живой человек. Очень. Даже политик как-то, у меня что-то такое, это как-то слово не очень произносится. Но, в общем, он был, конечно, политический деятель. Очень-очень значительный. И очень убедительный. Более того, он был творческий человек, это совершенно видно, потому что и он методы свои менял, и, между прочим, не застывал, я бы сказал, в каких-то своих тоже и убеждениях, и представлениях. И даже в тюрьме всё время придумывал и думал, какие механизмы, какие формы могут быть борьбы. Вот это вот такая действенная, действенная такая человек-действие. И это было как-то так. Поэтому это на людей такое оказывало влияние. И вызывало. Ну а то, что все вот эти последние годы его борьбы, и вот это отравление страшное, и то, что он потом вернулся, и как он себя вёл на процессе, и как он себя потом вёл даже в тюрьме. Это, конечно, на такие вещи способны очень-очень немногие. И поэтому эти люди остаются в истории. И он, безусловно, безусловно вошёл в историю. И это продемонстрировал. И смерть его вывела вот как самое последнее, что он мог ещё сделать. Вот такое эффективное, такое действие. Вот он вывел своей смертью на улице людей, много людей, несмотря на страх, давление, преследование и так далее. Так что он, безусловно, конечно, очень важная и выдающаяся фигура. Безусловно. Это тут, мне кажется, никаких сомнений нет. Вы знаете, я вот вспоминала и уже в разных других местах говорила о том, что мы сравниваем с Сахаровскими похоронами. Есть много других каких-то примеров в истории похорон, которые оказывали на людей очень большое действие и превращались тоже вот в такие акции, на самом деле, и протеста, и объединения людей. Вы знаете, я вспомнила историю Яна Палыха. Спустя год после вторжения советских войск в Чехословакию в январе 1969 года, вот теперь, значит, уже тоже круглая дата, 55 лет, студент философского факультета Ян Палых на Вацлавской площади сжёг себя, облил себя бензином и сжёг. И я помню, конечно, мы не видели никогда, тогда никакого видео не было, и всё антически было, может быть, моим ровесником или немножко старше меня, какое это произвело впечатление тогда. И какая это была, и какая была акция, и какая была эта степень, какой была степень протеста. Такая, что несмотря на то, что вот, значит, на ту атмосферу в Чехословакии спустя год, да, после того, как была уничтожена эта Пражская весна, и арестованы люди, и уехали в эмиграцию, и всё, люди, тысячи людей вышли на эту демонстрацию. И эта дата, эта гибель Палыха, она оставалась чрезвычайно важной датой для и символом сопротивления в Чехословакии. И прошло 20, прошло, конечно, много лет, но чешская так называемая бархатная революция в Чехословакии началась с траурного такого митинга, который был посвящён в 89-м году, 20-летию вот этого сожжения Яна Палыха. И она в результате переросла в эту революцию чехословацкую. Так что такие вещи в истории остаются. И у нас, вот я повторяю, что есть примеры, когда то, что наша власть считает, что это всё забудется, ну ладно, ну хорошо, ну похоронили, теперь уже всё, конец. Нет, это не так, я в этом совершенно убеждена. И имя будет продолжать действовать. И его смерть или вот это вот убийство, безусловно, это, безусловно, будет оставаться очень важным, мне кажется, политическим фактором. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова